Ну что ж, приветствую всех настоящих ценителей бокса. На крутую сегодня тема поговорим. Точнее, как крутую? Жареную, но грязненькую, да? То, что скандал-то с Альваресом не утихает, с его допинг-пробами, было три витка. Первое-то, когда нашли клен-бутерол в пробах Альвареса, и он стал лоббировать идею, что с говядиной попал клен-бутерол. Мне же это показалось довольно странным, потому что он хотя говорит, что случайно это все вышло с говядиной, но вот у меня два есть приятеля, качка-любителя. Они, кстати, единоборство тоже любят. И я знаю, что они, и точно я это знаю, клен-бутерол принимали, и не случайно, в отличие от Альвареса, а вполне осознанно. Покупали такие блистеры с таблетками, и их ели. Это вот был первый этап. Второй, это Геннадий Головкин, он молчал-молчал, и потом вдруг в атаку пошел на Сауля. То есть его обвинил, что это все специально делает Сауль, и, в общем, не надо из себя как бы строить дурачка. Да. И третий этап, вот буквально сегодняшний, это когда комиссия, то она тоже как-то все подыгрывала Альваресу, но тут сказала, мы Альварес отстраняем. Правда, до 10 апреля. Да, то есть он как бы временно отстраненный. И они как бы сейчас там в комиссии проводят расследование. Расследование, да, более такой подробная ситуация с Альваресом и с клен-бутеролом. И будет что-то вроде такого как бы спортивного суда, слушание 10 апреля. А вот я вам, да, ну мне и вот вам, я предлагаю нам прямо здесь и сейчас провести свое собственное слушание, да, и собственное расследование ситуации с Альваресом. И мы его сделаем прямо сейчас. И оно будет довольно интересное. Вот давайте порассуждаем логически. Я, кстати, извиняюсь, что я в нос говорю. Вчера мне по носопырке опять ударили. И у меня что-то нос после этого, ну, отек немного, но я думаю, это пройдет. Так, блин, прям в нос вообще, как будто я его зажал в камере, звук даже не изменился, а пупец. И так вот, такой же остается. Короче, давайте сделаем вид, что мы поверили Альваресу. Вот предположим, да, что действительно, такой он простой парень, особо не заморачивается, просто... Как, знаете, вот есть такие вот в фильме Рокки, там был Иван Драга или кто, вот есть такие, которые в слиянии с природой тренируются. То есть, прям живут там в лесу, едят травы, мясо. То есть, в качестве тренажеров используют там подручные поленья, камни кидают. То есть, такой как бы природный дух. И может такое быть, что простой парень. Но что мы имеем? Что Головкин, он обвинил же еще Альвареса в том, что перед первым боем, после взвешивания, Альварес съел там какую-то странную таблетку. Ну и видео действительно это есть, то есть, легко очень гуглиться. А если Альварес таблетку, является ли это чем-то запретным съесть таблетку после взвешивания? Что это была за таблетка? Да возможно, это, даже думаю, скорее всего, это была просто обычная солевая таблетка с калием и магнием. Я такие тоже даже помню ел. Но я не ел, в воде разводил, когда как-то в марафон бежал. Это вообще нормально, это просто, это ничто. То есть, доказательством это не является, что это какая-то страшная таблетка была, в ней какой-то супер допинг. Но это важно. Таблетка. Следующее. Геннадий Головкин, опять же, обвинил Альвареса, что тот делал себе уколы в живот. Что есть следы инъекций на животе. И действительно есть фотографии. Ну, что обычно себе колет в живот? Ну, в спортивной среде, да? Ну, вообще, гормон роста колет себе в живот, да? Не только в живот, то есть, можете это не писать, что он ничего-то не знает, что его колет в живот. Я знаю, что его колет внутримышечно, там, куда угодно. Что очень хорошо он влияет на организм, да? Но колет в том числе и в живот именно. Потому что кроме как бы общего эффекта хорошего на организм, он еще оказывает как бы локальное сжигание тоже легкое, да? И поэтому некоторые себе колет именно в живот. И к чему мы здесь приходим? Обязательно ли непременно гормон роста себе колол Альварес? Нет, конечно. Он мог колоть что угодно. Может, он себе колол витамин В. Вон, люди советского времени, даже не спортсмены, колют себе витамин В просто там, не знаю, в попу. То есть, а он мог себе колоть его в живот для шутки? То есть, он имеет право это сделать? Это разрешено? Разрешено. То есть, полное право имеет. Разрешенное полное вещество колол себе в живот? Хорошо. Но здесь мы подходим к самому главному моменту нашего собственного расследования. Вот вы лично, вот что мы наблюдаем? Смотрите, что человек, он не то, что такой там какой-то Иван из леса, который в слиянии с природой траву ест, да, и зверей ловит. А он имеет серьезное медицинское сопровождение. То есть, ему что-то колят в живот или там ставят, ну, какие-то там инъекции мудрые в живот, да. Причем многократно у него там весь живот, как бы много следов, точек, да, на животе вот этих вот. Пускай даже предположим, что разрешенное. Хорошо. Но это серьезная медицинская процедура. То есть, они приглашают врачей, уже какая-то есть технология отработанная, что-то они там делают с животом. Дальше. Таблетки, то есть, опять же, это медицинская. То есть, как будто он таблетку глотает. То есть, мы что имеем? Что с человеком работает команда. То есть, пускай даже окей, предположим, это были разрешенные все вещи. Но есть врачебное сопровождение. И вы хотите сказать, вот вы лично верите, что человек, будучи миллионером, имея врачебное сопровождение, то есть, не то, что он так просто природно там поленье таскает, да, и камни кидает. А врачи, как бы, его холят лилее, то есть, что-то там в живот ставят, какие-то таблетки дают. И типа, он не разбирается, что там в мясе, так вот взял и мясо съел. То есть, с одной стороны, у них, у их команды хватает ума, как бы сообразительности, мудрости использовать серьезные медицинские процедуры. А с другой стороны, они настолько наивные, что не знают, что Клен Муторол был в мясе. И, как бы, да, вот едят мясо мексиканское, не хватает им там денег на свои миллионы купить мясо самого лучшего из любой точки мира. Вот, как бы, мне кажется, это и является как раз вот, как бы, главным фактором. По сути, как бы, моральным доказательством, да, что, ну, не бывает такого, что человек таки делает серьезные процедуры с собой, медицинские, да, и, как бы, он такой наивный при этом. Ну, и вот я в это не верю, не знаю, как вы. Мне кажется, и Геннадий Головкин, его это во многом и возмутило. То есть, я тоже, я человек не наивный. То есть, есть, знаете, такая теория, что в большом спорте, как бы, ну, в целом, там, склоны все, как бы, лазейки искать, да, и пытаться своей возможностью любыми путями повысить. Но я вполне верю, что вот в данный момент конкретно, думаю, Геннадий Головкин, он, ну, однозначно чист. Потому что он и не показывает физических сверхрезультатов, да, то есть, техника осталась. А с возрастом как-то уже, ну, меня форма его в восторг не привела в последнем бою, физическая форма, да. И животик у него был, я помню, летом тоже обратил на это я внимание, наверное, и вы заметили. То есть, он все это видит, он думает, ага, то есть, получается, я все соблюдаю. Меня тестируют там по шесть раз в день, а этот товарищ как на дрожжах растет и, как бы, ну, типа, из себя изображает такого наивного. Поэтому, думаю, он и в атаку пошел. Ну что, спасибо, что посмотрели данное видео. Ну, надеюсь, вам было интересно. До новых встреч, друзья.